всем доброго турецкого утра идем на на завтрак бассейн чистят пылесосят сегодня у нас пляжный будет день сегодня опять пойдем на пляж потому что суббота и на шопинг мы по выходным стараемся не ездить конечно же то что много народу очень в т.ц. на завтрак тоже уже в очередь за пищенко или чё там такого оладушки какие-то делают сегодня какие-то оладушки из чего узнаем может быть яйца посмотрим вот так выглядит уличная часть ресторана будет будет обзор полностью сейчас я так кусочками где-то что-то показываю а полностью обзор либо уже есть в зависимости от того когда вы смотрите этот ролик либо будет позднее я предпоследний день перед выездом обычно снимаю обзор вот сегодняшний наш завтрак яйцо такое взял оладушки с джемом налила джем оттуда хлопья и так вот всякое всячина тут у меня баклажаны сосиски то что я люблю нужно вожу ну что мы отправляемся на пляж я сегодня вот в таком головном уборе решила а самое главное я сегодня друзья вот беру с собой своего кузю дрона буду пробовать впервые в жизни за границей подняться в воздух посмотрим что из этого получится так друзья я изучила дорогу по картам смотрите выходите из отеля напоминаю aris dream отель кемер выходите из отеля переходите дорогу идете ровно километр эта дорога я посмотрела замерила расстояние по карте ровно километр до арки где над дорога идет такая квадратная арка написано кемер она новая кемер 2023 написано 2023 году ее сделали после этой арки поворот и еще 200 метров до пляжа а да направо-направо 200 метров там еще до пляжа все вот эта дорога на пляж этого отеля aris dream в 2023 году пляже могут переноситься потому что раньше женщина 2021 году отдыхала в этом же отеле из курска я вчера познакомилась она сказала пляж был в другом месте но у них периодически переделы вот этих территорий пляжных происходят поэтому в принципе вот на 2023 год отель там называется ты пляж веранда бич ну и заодно опять покажем красоты обалденно обалдеть красоты облака прямо ниже гор за смотри там даже вершины не видно зацепились облака красотень на и дорога сама тоже начинаем потихонечку во вкус ходить хотя принципе мы же здесь уже отдыхали но как я говорила в другой части города от центра в другую сторону мы отдыхали но тоже можно сказать почти на окраине до противоположной стороне города да да противоположных так мне нравится столько зелени на разделительной полосе всегда обязательно растительность красивая но коры суши прям завораживают мне кажется даже вот горы я бы хотел допустим пожелание сейчас просили номер с видом на горы на море я бы выбрала горы мне кажется это гораздо красивее море она привыкаешь она всегда однообразная но она либо голубой либо серая ухты какая тут его не и подстричь пора да а горы пейзаж цветочки какие-то да не удивлюсь если моих горшочках выращиваем много как и оки огромные да не такие были суши уж прям за один день тебе потемнеет много растений южных которых мы вращаем дома в горшочках ну вот тот же фикус возьмите у вас огромное дерево прямо я наш корпус отеля да и там их несколько эти бенджамина и просто зеленый из белыми еще есть вот а дома мы выращиваем все это горшочках маленьких формируемых и так далее пальмочки тоже садят здесь они огромные деревья смотри сашат этот тоже же фикус или нет какая красота ну да только зеленый вот ну вот он тоже самое вот мой здесь они их тоже так обрезают поскольку постуку чтобы форме красивенькая аккуратно компактная форма деревца было таксист вон кстати пойдем спросим у таксиста если он не поедет сейчас нам надо вопрос задать генюк сколько стоит съездить смотрите друзья полезная информация по поводу генюк парка на 2023 год сейчас все мы узнали короче говоря если самостоятельно ехать то с кемера до генюк парка не центра генюк а а именно до парка таксисты 25 долларов это вот дорога в одну сторону то есть там обратно уже опять ловим такси садимся уже за 25 туда 20 50 то есть ездить самостоятельно генюк парк до входа в парк будет 50 долларов 2023 значит туристические агентства мы вчера спросили которую не официального представителя уличную да местный конечно местное туристическое агентство они своими машинами возят в два часа отъезд из кемера обратно через с учетом дороги получается мы там гуляем в парке два с половиной часа обратно в пять вечера и стоит это 15 долларов человека то есть туда и обратно съездить вот это получается 30 долларов и как нам сказали что в эту стоимость входит входной билет входной билет генюк парк насколько я выяснила перед поездкой стоит 2 доллара то есть вот это конечно и выгодней я почему хотела самостоятельно поехать чтобы не зависеть на часы не смотреть не бежать а именно гулять столько сколько хочешь но здесь преимущество в цене конечно же два раза тебя да практически либо 50 платить плюс еще 4 доллара 54 получается вместе с этой со входным сходным билетом или за 30 тебя свозят но если там все как он сказал 30 что и входной билет уже сюда же входит то мы конечно же поедем с кем-то точно еще прям уточнил чтобы не обманули нас а потом скажем туда 15 обратно турки еще наш могут обмануть может мы не так поняли до 15 туда 15 брак туда да мы делаем там рядышком чтобы не как с ним я же уточнил вчера друг как оба концов куда куда руководство на все человека все на обратно за приезжаю я хотел и туда 15 минут за машину они так быстро гоняются по тут недалеко мы можем оттуда поехать гуэнеков парк генюк генюк вы саживаете же удается турец есть да еще друзья вариант как очень понятно что на такси но во первых я вот не помню сколько кемер генюк немного ну пусть там не за 10 лир 15 лир 20 лир или стоит автобус если вам дали или стоит 15 здесь минимально 15 там были цены кстати в автобусе мне надо было сфотографировать там все цены да 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 таблица табличка там я не сфоткала ну ладно может быть еще поедем потом сфоткаю вот но мы не знаем с центра генюка до парка сколько стоит такси там саж могут тоже заломить блин тебе 15 расскажет и толку вот мотаться тут вам сел и доехал рядом с отелем скажем так что вот так вот информация друзья наши такая видите заодно и красоты посмотрели по кемеру прогулялись и заодно узнали хорошую полезную инфу с конями какой армаз тут армазов чуть на каждом шагу фотка их несколько зачем коней друзья такой колорит местный по дороге на пляж нищета то нищета здесь да какие-то бедные домешки непонятно короче да бедный и но тут есть зато вот такой вот прикольный отельчик у него кстати там и пляж отдельно ну вообще классно смотря там кемпинг там этих стоят дома домики на колесах как они называются автотрейлер вот на горочке сангел отель там такие кедры а там у них это я с другой стороны сниму покажу прикольно все это тут море в принципе недалеко идти там вывеска сангел отель увидите и веранда бич увидите там и поворот как раз направо и вот этот местный говорит сразу же с бедненькими домиками справа все а мы сюда с тобой идем вот в это вот она горочки есть красивенький маленький здесь вот уже для туристов здесь уже я вчера показал кстати то же самое опять показываю ну все ладно выключаем короче друзья в 10 пришли свободных лежаков едва едва нашли нашли в другом месте еще один свободный и сейчас здесь вот с тобой поставим оба все это надо подвинуть подальше стэх хватит места нет а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, как вам полет, как вам виды? Очень красиво получилось. То есть девочки тут, девчонки у нас тут рядом загорали. Сейчас в Тучино бежали. Половина пляжа, даже больше половины сбежали. Маленькие две девочки, две семьи. И они играли. Я говорю, ну что, девчонки? Мне неохота было куда-то уходить. Я сначала хотела подальше отойти, чтобы людей не смешать. Мало ли, вдруг кому не понравится. А потом смотрю, думаю, идите рядышком. Девчонки говорят, давайте запустим летающую игру. Такие, ой, вы сразу. И все, мы поднялись с их столикой, на котором они играли. Все, вот я поснимала. Что скажу? Не учла я, не учла. Надо было отойти подальше. Не учла я того, что здесь Wi-Fi. И связь у меня, пульт-то здесь рядом с этими барами находится, с этими ресторанчиками. И пульт периодически прям терял связь с дроном. Туда-сюда, то появится, то пропадет. То видео включишь и выключишь его, потом не можешь, потому что связь потерялась. Ну вот. Надо подальше отходить, хотя бы вот даже вот к берегу, если пойти. Там уже не будет этого Wi-Fi и уже нормально. Но в целом я довольна. Это только начало. Я буквально над одной точкой вверх поднималась, покрутилась туда-сюда, камеру вверх-вниз опускала и все. И никуда далеко не отлетала в сторону. Еще пока боюсь. Я же новичок, неопытный. Как это? Господи. Летчик. Пилот, пилот. Я же только учусь. Да, я же только учусь. Ну не, я не тренировалась, я уже смелее гораздо. И уже знаю, какой джойстик куда поворачивается. Уже мне проще. Путочься только, когда он к тебе лицом. Вот. Что еще хотела сказать? А, ну над морем, конечно, я пока еще не летаю. Посмотрим. Я думаю, к концу отпуска-то над морем полетаю. Все-таки красиво именно со стороны моря берега снять. Пляж, там еще что-то. Вот, налетели тучи. Огромные. Сейчас я покажу. Вот так вот сейчас выглядит небо. Вот такие тучи, видите? Ну здесь и было пусто. А вот наш пляж. Когда мы пришли, ни одного лежака не могли найти. Вот народ засобирался. Ну самые умные лежат. Да? Самые умные, настоящие. Они приехали отдыхать. Да. Снег или дождь. Ты же отдыхаешь. Даже если тебя зальет сейчас, все равно будешь лежать. Ну я привяжусь к этому. Привяжешься? К зонтику? К столбу, чтобы мне несло море. Да. Вот семья тоже из нашего отеля. С девочкой, с маленькой. Тоже никуда не собираются лежаться по себе спокойно. Туча, во-первых, может быть и пронесет ее мимо. А, кстати, уже закапало чуть-чуть. Ой, тут такие дожди, что... Посмотрим. Ладно. Так что, друзья, вот так вот лежим. Продолжаем. Дождик легли вон под зонтик. Вот, видите, над нами зонтик, он, конечно, от солнца, он тряпочный. Но все равно под ним не капает. Ну что, мой красавец? Как тебе настроение? Это нормально. Нормально, несмотря на тучи? Да. Туча, туча, туча. Там все вот это облака пройдут мимо. От судьбы не уйдешь. Да. Нам до номера идти полчаса. В дороге полчаса не лучше. Лучше тут полежать под тряпочным зонтиком. Вот тоже. Кто-то и не собирается даже. Я тоже намерена балдеть. Хорошо. Дышишь морским воздухом. Красота. Что еще надо? Куда нам сегодня торопиться с тобой? До обеда еще далеко. Мы пришли сюда на сколько? На два часа? Я обедать не хочу. Обедать не хочешь? Саша сегодня на обед не идет. Нет. Сегодня я одна пойду на обед. Возможно. Клубная музыка сегодня. Вчера пришли было регги, потом опять клубную включили. Все нормально и хорошенько. Друзья, по-прежнему пасмурно. Мы все за тучами наблюдаем. Сейчас на несколько секунд солнышко где-то там в дырочку вылезло. А пляж-то весь пустой. Посмотрите. Остались только мы и еще две женщины из нашего авиатория. Все. Всех смыло, всех сдуло. Вон все шезлонги пустые. Видите? И я сейчас пошла без купного с немножечко. В море никого практически. Сейчас я вам хотя бы море покажу. Вот оно море. Вот оно наш пляж. Никого. Народа тут было много. Заходишь, друг друга все задевают. И вот видите, как сейчас. Пляж отеля Ares Dream. Вот видите, написано Veranda Beach. Вот эта часть бесплатная. Все лежаки. До вот таких зеленых. Там зеленые лежаки уже начинаются. До них. Вот эта часть. Это все бесплатно. Все остальные все платные. Цены не скажу. Не спрашивала. Вот здесь вот эти лежаки такие. Они покруче. Пожалуйста, можно платить. И на них лежать. Ну и эти, естественно, тоже. Кибитки. Не знаю, как они называются. О, солнце вышло, друзья. Какая красота. И мы одни. Вот так вот вам. Поснимаю. Я захожу уже в воду. Смотрите, какая вода. Кристально чистая. Кристально чистая вода. Просто красота. Вот такой вот берег. Красиво. Не хуже, чем в Анталии. Даже лучше. Потому что посмотрите, какой пейзаж отсюда. Когда купаешься, все это видишь. Все эти горы, леса. Там горы огромные. Здесь кедры обалденно украшают тоже пляж. Лично для нас, не знаю для кого как, немаловажно. Красота пляжа всегда. Мы это давно подметили, еще говорили об этом в обзоре пляжей Будвы в Черногории. А вот мой Аполлон, красавчик мой, вышел. Солнышко увидел, пришел. Мы купаемся отдельно. Ну, вещи, чтобы не оставлять. Но сейчас все на виду. Никого нету, поэтому можно себе позволить. Друзья, опять только выше солнца. Мы чуть-чуть поснимались, пофоткались. Я мужа заставила. Он говорит, ты же белая, не загорелая еще. Обычно он знает, что я сначала загораю, а потом фотографируюсь в купальнике. Горы какие красивые. В Антарии солнце. В Антарии всегда солнце. Анталью видно. Но здесь видно плохо. Вот она, кстати, вон идет. Я не знаю, как будет на камере. Сейчас я приближу. Не знаю, видно или не видно. Вот там Анталия находится. Мне видно. Там дымка просто, влажность вот эта. Огромные дома. Видно. А здесь горы. Кто не знает Кемер по-турецки, это пояс. Вот эти горы все, они опоясывают весь город в этой бухте. Построили деревушку и все, и пошел. И городок. Город это по турецким меркам. Кемер является городом. По нашим российским меркам. Это просто деревушка небольшая. Вот идет отсюда. Вот это чалыш наш, на который мы уже забирались. Гора. И все. И там пошли горы, горы, горы. Они полностью, полностью все опоясывают. И облака здесь зацепляются за горы. Поэтому здесь погода значительно всегда отличается от Анталии. Смотрите, какие горы красивые. Продолжение следует...